Всем привет! С вами снова блог Македа.Про и я его ведущий Александр. Сегодня мы поговорим о новостном агрегаторе Укрнет. Видео снимается по мотивам статьи, которую я опубликовал два месяца назад в своем блоге. Ну и сегодня хотел бы вот такой вот немножечко сделать экскурс в прошлое, это два месяца назад. И немножко поговорить о том, что из себя представляет вот этот вот агрегатор новостей Укрнет. Ну, начну издалека. Начну с того, что несколько лет назад этот агрегатор был бесплатным. Бесплатным абсолютно в прямом понимании этого слова. То есть можно было подать заявку в агрегатор, ее рассматривали модераторы, и после этого они могли либо отклонить ваш сайт, либо принять его и использовать как источник. Делалось это в принципе так. К публикации не допускались новости из блога в общей тематике. Подавалась заявка. Подавалась она точно так же, как подается сейчас. То есть нужно было заполнить специальную форму. Нужно было ее отослать на модерацию. И после того, как специалисты агрегатора Укрнет рассматривали вашу заявку, они принимали решение, добавлять или нет. Вот есть подключение к ленте новостей. Есть такая ссылочка. То есть мы переходим по этой ссылке. И попадаем на страницу, где можно добавить свой фид. То есть свой РСС канал. Заполняем ее. Раньше все было, я честно говоря, если мне кажется, то было проще. Может быть было так же. Просто это было несколько лет назад, поэтому я не могу честно говорить. Да, наверное, скорее всего форма была такая же. То есть все вот это вот заполнялось. И отправлялись данные. И модератор рассматривал. Через какое-то время приходило письмо на почту о том, что принят ваш ресурс или нет. Ну, хочу сказать, что поддержка была у агрегатора такая очень сильная. И за источниками контента тогда гонялись. И интересные источники всегда добавлялись без проблем. Блоги обо всем плохо сделанные, некрасивые, косые, кривые, с текстом, с копипастом, с каким-то дерьмовым рерайтом. Никогда не попадали в Укрнет. В Укрнет попадали только материалы, действительно, качественные, уникальные статьи. Их туда добавляли. И они, соответственно, жили там долго и счастливо. И можно было получать с этого агрегатора очень хороший трафик. Первый раз, когда я отправил заявку, у меня был блог общей тематики. Я отправил заявку. После этого со мной списались модераторы, узнали, что да как. Ну, в общем, они сослались на то, что у меня очень много рубрик, очень разношерстный материал. И как бы очень сложно. И блоги общей тематики с неохотой добавлялись. Соответственно, была отклонена моя заявка. Спустя некоторое время у меня уже был совершенно другой сайт. Это прошло, наверное, месяцев 7 или 8. И сайт этот был уже конкретной тематики. Я опубликовал новости. У меня был сайт посвящен непосредственно новостям. Таким актуальным, интересным. Все, кроме политики. То есть, я добавлял все новости. Там были люксовые бренды. Там были какие-то гаджеты, еще что-то. И вот я подал заявку в Укрнет. Ее рассмотрели. Со мной списались. Попросили. У меня адрес РСС канала. РСС должен быть оформлен как РСС 2.0. То есть, в принципе, такой же формат РСС канала, как и в Яндексе. В Яндекс.Новостях. Я быстренько установил плагин, который поддерживал вывод РСС 2.0. Передал, соответственно, все данные в Укрнет. И уже, честно говоря, забыл. Прошел один или два дня. И потом в один прекрасный момент, когда я публиковал в какой-то день новости, я заметил, что моя статистика просто выстрелила такими космическими темпами. Начали заходить люди, начали читать. Потом после этого я посмотрел, откуда были переходы. И я увидел, что это был Укрнет. Для того, чтобы вы понимали, Укрнет может вам по одной новости, по одному заголовку, а они здесь динамически меняются, Укрнет может отдать вам от 300 до 800 человек с одного заголовка. То есть, вот идет лента новостей. Она динамически меняется постоянно. И здесь меняются заголовки. И, соответственно, когда появляется ваш заголовок, люди сидят на этом сайте. И люди читают новости, потому что это достаточно, это недостаточно, это, наверное, самый крупный агрегатор новостей в Украине. То есть, здесь сидят десятки, может быть, сотни тысяч человек, которые читают новости. И с каждой новости, чем интереснее заголовок, тем больше у вас будет переходов, тем больше будет посетителей у вас на странице. И вот не очень интересные заголовочки. Они там выжимают. 300 человек могут выжить. Очень интересные там 800, может быть, больше. Весь, все интересное заключается в том, что, когда работает непосредственно сам агрегатор, когда новости выходят на главной странице, то, соответственно, ну, представляете, вот эту вот всю кликабельность. Люди просто как сумасшедшие давят на все эти заголовки. Чем интереснее заголовки, тем, естественно, больше будет переходов. Но после того, как вашу новость прочитали, и она выпала из этого вот топа количества новостей, допустим, если новость там попала в рубрику экономика на главную страницу, здесь их раз, два, три, четыре, пять, то потом она уходит вот в общий раздел все новости экономики и финансов. И самое интересное в том, что продолжаются переходы непосредственно со страницы с экономическими и финансовыми новостями. То есть люди заходят, прочитали вот эти вот пять, там, шесть новостей, сколько их здесь, пять, и после этого они идут читать еще вот эту вот страницу экономика, экономические новости и финансовые новости Украины и всего мира. И они идут, листают вот эту вот портянку, они вот знакомятся с этими заголовками, заголовками, они их читают, 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 там где-то появляется ваша новость с интересным заголовком, и они на нее переходят. То есть такой вот отложенный эффект, затянувшийся, который длится не один день. Давайте теперь о том, какие сайты принимают в Укрнет сегодня. Сегодня в Укрнет принимают сайты, естественно, только с украинской подпиской, пропиской, то есть которые имеют какую-то принадлежность непосредственно к Украине. Раньше можно было добавить сюда сайт и в доменной зоне.ру, но в последнее время принимаются сайты только с украинской пропиской, как я уже сказал. То есть если вы можете как-то подтвердить, если у вас есть номер телефона украинский, то проблем у вас нет. С чем это еще будет связано? Это будет связано с тем, что когда вы заполнили форму добавления сайта и подключения к ленте новостей, вы здесь должны будете указать свой имейл и указать свой номер телефона. После того, как вы указываете номер телефона, вы должны быть готовы, что вам может позвонить менеджер проекта и обсудить с вами какие-то детали, либо задать вам какие-то там наводящие вопросы. Соответственно, сразу понятно, что владелец сайта находится в Украине, потому что телефон здесь вписывается в поле, ну и соответственно с вами общаются. Если раньше это все было бесплатно, то теперь это агрегатор платный, потому что они реально дают хороший трафик, поэтому ребята понимают, что они делают и умеют зарабатывать на этом деньги. Значит, ситуация такая, вот по опыту, по тому, как здесь все работает. У вас есть хороший сайт, соответственно, сайт должен быть реально нормальный, он должен обновляться несколько раз в день, потому что, ну вы сами должны понимать, что вы будете тратить какую-то энную определенную сумму денег в месяц на продвижение своего сайта, своих страниц, на получение какого-то трафика с Укрнет. Все происходит следующим образом. У вас есть хороший сайт, который попадает, ну вот в хотя бы какую-то из этих вот рубрик. Он либо региональный, либо он соответствует какой-то определенной вот теме. Вы пишете письмо, заполняете вот эту вот форму, и там в течение дня с вами связывается модератор проекта, какой-то менеджер, который как бы не против добавить ваш сайт в агрегатор, но, соответственно, есть цена вопроса. Цена вопроса, я не могу сказать, что эта цена достаточно высокая, скорее я бы ее характеризовал, наверное, как цена низкая, но нужно понимать, ребятки, что если у вас какой-то сайт, вы его только-только раскручиваете, то здесь есть два варианта. Агрегатор вам нужен, ну тем более, если вы работаете с каким-то таким, с нишей, с общей, скажем так, не привязанной конкретно к региону, но, тем не менее, вы можете связаться с менеджером, и у вас есть телефон украинский. Если у вас динамично развивающиеся проекты, вам не жалко денег, а я позже скажу, сколько денег нужно для того, чтобы попасть в агрегатор, то, в принципе, это очень хороший вариант, и денег вам жалко быть не должно. Ну, начиная даже с того момента, что живые люди переходят, читают ваши новости, они там кликают, переходят по рекламе, и заканчивая тем моментом, что все новости с этого сайта, с этого агрегатора растаскиваются просто бешеными темпами, какими-то изданиями новостными, а сидят здесь и читают новости какие-то авторы, редакторы, других крупных порталов, они растаскиваются, ну и, соответственно, кроме того, что вы получаете посетителей, вы получаете еще внешние ссылки на свой сайт, ну и там все вот эти вот вытекающие моменты, типа тиц и всякого такого, ну и плюс какие-то сигналы, которые ведут непосредственно на ваш сайт. То есть вы подаете заявку, эта заявка рассматривается, потом с вами списывается менеджер, делает вам предложение. Дальше вы уже решаете, соглашаться на это предложение или нет, как вот стандартно это было в моем случае. То есть пишет вам, хотя может и позвонить менеджер и узнает, допустим, такие варианты. Сколько новостей в день вы можете публиковать. Можете вы публиковать, например, больше пяти, больше десяти, больше двадцати новостей, узнает вот эти вот нюансы. Ну и в результате после всего этого смотрит на вашу тематику сайта, узнает, какие рубрики, может быть, вы собираетесь добавлять, каким материалом вы больше всего уделяете внимания. Ну и после того, как, соответственно, получена от вас какая-то начальная информация, вам уже сбрасывается предложение ценовое. Ну, в моем случае, это последний раз я отправлял сайт на модерацию, на рассмотрение. Мне предложили размещать в месяц размещение где-то за полторы тысячи гривен. Это выходит, ну, в данный момент это где-то там 3 с копейками тысяч рублей. 1500 или 1800 гривен. Ну, то есть, в любом случае, это там будет 3-4 тысячи рублей. Но зато за эти деньги вы получаете достаточно большое количество трафика. Там оговаривается, сколько трафика вы будете получать, сколько человек будет переходить по вашим новостям. Соответственно, у Крнет есть своя система статистики, куда вы можете зайти. Там, модератор вам даст ссылочку. Вы можете заходить, смотреть и будете прекрасно видеть и понимать, сколько переходов было по вашим новостям. Ну, и можете, соответственно, это все сопоставить непосредственно со своей статистикой, которая у вас есть на сайте. Там, Метрика, либо Google Analytics. То есть, вот так вот. Ну, давайте теперь скажу о том, насколько эта цена адекватна. Эта цена более чем адекватна, потому что за то количество финансовых средств и денежек, сколько вы заплатите в месяц, для того, чтобы вас читали, вас узнавали, на вас будут растаскиваться однозначно ссылки, люди будут читать. Это небольшая стоимость, 3-4 тысячи рублей. По большому счету, за эти деньги вы не купите даже большое количество ссылок в каких-то биржах. Миролинкс или Гогетлинкс. Вы не купите нормального количества. Это будут 2-3 нормальные толковые ссылки. А здесь вы получаете солидное количество трафика. И здесь же вы получаете солидное количество непосредственно ссылок на себя. А здесь материалы растаскиваются с очень крупных порталов, украинских, да и не только украинских. Но ссылки вы получаете, вы будете видеть, какие порталы на вас потянули ссылки. И поверьте мне, там будут очень интересные такие ресурсы, очень интересные сайты. И вы посмотрите потом их пузомерки и будете, конечно, приятно удивлены. Есть еще один второй вариант сотрудничества. Всегда можно поторговаться, потому что менеджеры, соответственно, заинтересованы в получении прибыли для своей компании. И я так понимаю, что и зарплата зависит от того количества денег, сколько они смогут с вас сбить. Всегда можно поторговаться. Ну, например, там, грубо говоря, вам скажут, ну, условно, не привязывайтесь к цифрам. Вот условно, допустим, будет так. Вы платите 1800 гривен, пусть там это будет 4000 рублей в месяц, и мы вам даем в день, допустим, 2000 посетителей, 1000 посетителей в день вы будете получать. Но, в принципе, всегда с менеджерами можно разговаривать, и, допустим, можно сойтись на том, что вы собираетесь размещаться в этом агрегаторе, вы согласны платить деньги, и, соответственно, вы хотите, чтобы было немножко по-вашему. То есть, это как бы нормальная абсолютно программа лояльности. Вы можете, допустим, поработать месяц, а можете сразу начинать качать свои права. Ну, качать в хорошем смысле этого слова, потому что люди там работают адекватные, абсолютно нормальные и толковые, скажем так. То есть, вы можете спокойно взять и сказать, ну, я вот хочу получать такое же количество трафика, но не за 1800, например, гривен, а за 1500. И я думаю, что с этим согласятся, потому что нужно вас как-то сюда затаскивать и нужно, чтобы вы тратили деньги, а с другой стороны, вы поймете, что здесь классное количество трафика, здесь идут, читают люди, и все будет нормально. После того, как мой сайт размещался в Укрнет, я обратил еще внимание на тот фактор, что увеличилось количество переходов непосредственно с закладок. То есть, люди сохраняют сохраняют в закладках ваш сайт и они не всегда, например, могут там читать какие-то новости в Укрнете. Они для себя поставили галочку, что вот есть интересный сайт, да, вот он там светанулся в Укрнете, есть интересные сайты, они вас просто начинают читать, они начинают заходить, добавляют его в закладки, у вас получается, увеличивается количество переходов с закладок. Ну, соответственно, это хорошо для вас, потому что в глазах поисковых систем это хорошо, когда пользователи, посетители, читатели заходят в закладок, значит, ваш проект чем-то интересен, ну и, соответственно, это как-то может повлиять на ранжирование в поисковой выдаче, то есть, есть вот еще такой замечательный вариант. То есть, в любом случае, я советую пользоваться этим агрегатором, агрегатор этот реально крутой, аналогов в России, я не знаю, я не могу вам предложить такого аналога в России, его, наверное, нет, но для Украины, если у вас какая-то там тематика без привязки к России, то, в принципе, вот покатит, отлично, будете рубить и посетителей, и, опять же, у вас будет, если у вас там висят блоки AdSense или Яндекс.Директа, то, поверьте, там будут клики, все будет зависеть непосредственно только от того, как вы вписали эти блоки в текст и какая там реклама у вас показываться, а показываться она, естественно, будет та реклама, которая интересна пользователям, потому что все мы прекрасно знаем, как вот эти вот рекламные блоки, как их тематики адаптируются непосредственно под человека, контекстные блоки, как они адаптируются под человека, и выявляют его определенные какие-то интересы. Вот такой вот короткий обзор, подытожив, как вывод, могу сказать, что, если вы не знали о том, что есть Укрнет, знайте, Укрнет есть, это отличный новостной агрегатор, всегда новости на передовице, скажем так, это первая страница, люди сидят целый день, практически очень много людей там в течение всего рабочего дня читают какие-то новости, новости эти появляются на главной странице, и вот вы просто нажимаете, когда на ссылку, вы сразу в другом окне, в другой вкладке, в соседней, открывается ваша новость, и человек переходит на страницу. Ну и, соответственно, он читает новость, и если у вас действительно интересный портал, если у вас нормальный дизайн, то у вас будет улучшаться поведенческий фактор, и люди будут ходить по страницам, соответственно, будет увеличиваться количество просмотров. И все будет классно. Естественно, новостей политических касательно России сюда не добавят, но если у вас какой-то блок, посвященный конкретно какой-то там теме автомобильной, там, шоу-бизнес мировой, либо еще что-то, технологии там, сверхъестественные, какие-то открытия, наука, здоровье, то вы здесь отлично впишетесь, главное, чтобы у вас там не было сайта в доменной зоне ru.com, пожалуйста, com.ua, ну, любой вариант, кроме рушек, зайдет сюда же, бегом, платите деньги, пользуйтесь, и все будет классно. Ну, честно говоря, на самом деле, я думаю, что, если даже вы укажете в форме для заявки на подключение российский номер, ну, я не исключаю того варианта, что с вами тоже свяжутся, если эта рубрика будет, ну, если, допустим, тематика вашего сайта никак не перекликается там с какими-то политическими новостями. Вот, пожалуйста, эти рубрики, вот, пожалуйста, это все делайте красиво, делайте качественно, связывайтесь с менеджерами, узнавайте, какие требования, допустим, существуют, хотя, в принципе, Укрнет позиционируется как новости Украины, и из этого исходя находите какую-то нишу, из этого исходя размещайте определенные контакты у себя на странице, вы можете разместить контакты, например, украинские и какие-то российские, допустим, если у вас нет региональной привязки конкретной, если у вас в Яндекс.Вебмастере, например, нет там четко выставленной России, там, или Украины, либо еще чего-то, а так делает достаточно большое количество людей, то вы можете немножечко потянуть на себя и украинского трафика. Такие же люди, которые читают, тоже ищут интересные новости, которые тоже переходят по рекламе и тоже добавляют новости себе в закладки. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, и всего вам самого наилучшего. Впереди еще очень много интересного, еще будет много интересного, важного того, чего вы не знали, того, чего вы не видели, поэтому подписывайтесь на мой канал, читайте мой блог, и все будет классно. Всем всего наилучшего, всем всего хорошего, удачи вам, успехов, еще услышимся, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok